Энергетический кризис вышел уже далеко за пределы Европы. Причем его развитие, к сожалению, идет по наихудшему сценарию. Цены на нефть и другие энергоносители снова идут вверх, а количество негативных новостей только накапливается. И какого-либо проблеска надежды на улучшение ситуации по-прежнему нет. Очередным поводом для роста цен на нефть стало объявление о банкротстве еще двух энергетических компаний в Великобритании. И, судя по всему, тренд на рост нефтяных цен еще далек от завершения. Рост цен не останавливает даже увеличение запасов сырой нефти в США. Причем показатели запасов оказались выше прогнозов более чем на 5 млн баррелей. Вероятно, рынок пока не оценил эти данные и все еще впереди. Ведь европейская марка нефти Brent, не обращая внимания на факт перекупленности, все же держится в пределах локального максимума. Ее цена уже добралась в район пика 2018 года, где встретила сопротивление на уровне 84,5 долларов за баррель. В данной ситуации напрашивается полноразмерная коррекция на 10 или даже 15%, однако в связи с высоким ажиотажем этот факт остается без внимания. Более того, если цена Brent сможет обновить локальный максимум на уровне 84,58 доллара, не исключается ее дальнейший рост в сторону значения 86 долларов. Что касается американской марки WTI, то здесь цены тоже двинулись после небольшого снижения вслед за нефтью марки Brent. Пока торги проходят по цене 81,40 доллара, но рост может продолжаться как минимум до цены 82 доллара за баррель. Рост цен на энергоносители ожидаемо влияет и на курс рубля. В результате, несмотря на то, что на товарно-сырьевых рынках до сих пор бушуют спекуляции, российская валюта даже сумела немного скорректироваться. Однако валютная пара доллара США и рубля так и не смогла преодолеть точку опоры на уровне 71,50. Это привело сначала к застою, а затем уже и откату цены примерно на 0,7%. Рубль, как и нефть, тоже перекуплены, поэтому у него еще есть возможность для маневров. Для того, чтобы мог возникнуть последующий рост длинных позиций по доллару, котировкам пары необходимо удержаться выше отметки 72,20, а это позволит котировке двигаться еще выше. Перекупленность рубля и перепроданность евро диктуют свои правила для движения этой валютной пары на рынке. В результате вчера пара евро рубль сумела достаточно интенсивно отскочить от 82,70 и вернуться в район цены 83,50. И также, как и евро, в отличие от доллара, перепродан еще сильнее. Вчерашний откат не привел к перегреву длинных позиций. Теперь, чтобы сформировать коррекцию котировкам пары, необходимо удержаться выше значения 83,50. В целом, рубль вчера вел себя точно так же, как и основные валюты после публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. Но так как российская валюта и без того чрезмерно перекуплена, и коррекция напрашивается уже давно, дешеветь она начала уже гораздо раньше выхода отчета об инфляции в США. Но спустя примерно час после публикации этих данных рубль, как и другие валюты, начал вновь расти, отыграв в итоге практически все свои дневные потери. Кроме того, рубль по-прежнему получает поддержку от рынка энергоносителей. Так что до открытия сегодняшней американской торговой сессии и выхода данных по ценам производителей в США рубль будет укреплять свои позиции. В последующем же масштабы ослабления российского рубля окажутся не столь значительными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова